Добрый день! Роботы, даже при том, что у них развивают интеллект, без юмора, они не в состоянии, как говорится, юморить. Дело в том, что человек-то имеет душу и на духовном уровне он в состоянии осмыслить очень многие вопросы, включая и юмористическую их часть. А роботу пока это не дано, но интеллект уже пошел, пошел в развитие. Ну, что ожидать от людей? Значит, а вот хакеры в состоянии внести юмор в роботы. Робот – это достаточно сложное и противоречивое действие человечества. Не забывайте, что человек склонен к самоуничтожению. Примером тому является и работа с ядерными программами. Вот, уничтожать человечество – одна из задач. А роботы могут здесь подработать очень хорошо со своими возможностями. Потому что даже если взять возбуждение машин, кажется, подумаешь, машину вводят. Нет, не подумаешь. Вспомните теракты, которые были в последнее время во всем мире. Давили, чем только попадет под руку людей. Наглую. Значит, а если этим займутся роботы. А хакеры этот юмор могут им внести элементарно, поменивши направление программы вождения машины. Без всяких сложностей. Зачем интеллект у них развивают. Хакерам-то работа будет, в конечном счете. И не забывайте, что люди тоже стоят, кроме созидателей, все еще разрушителей. Не забывайте иллюминатов, которые мирозданием направлены на Землю как раз для того, чтобы управлять разрушения. Но они, по-моему, вместе с басонами склоняются к задаче уменьшить человечество любым путем и создать управляемый ими хаос. Хоть хаос, хоть назвали как-то по-другому, в принципе не управляемый, если его создать. В принципе. Даже анархия является порядком. А хаос? Нет. Это не порядок. Это классический хаос. Лучше не скажешь. Вот. А столько нравится роботов. Во-первых, должны быть ограничены их развитие с точки зрения даже тех программ, которые в них вводят. Значит, они не должны получать на самосовершенствование, не должны заниматься самосовершенствованием ни в коем случае. Только человек обязан следить за этим. И если что-то нужно поменять в программе, то менять это человек должен. Который, сколько бы робот не поднимали, уничтожать людей он может. Если другим заниматься уничтожением, а создать что-то уникальное он не сможет. Это невозможно без духовной подпитки. Теоретически невозможно даже. Поэтому не нужно этим заниматься, пусть неизвестно к чему это приведет. Вот так. И интеллект у них должен быть ограничен, чтобы понимать по-суму интеллект. Значит, пускай люди развивают свой интеллект, а уже роботам, говорится, дают такие программы, которые и могут что-то поменять в производстве. Только так. Не надо играться с тем, что может плохо кончиться. У человека это должно было давно понять. Нюстер на это ума не хватает. Вот такие дела. И в каждом роботе должно быть устройство, не связанное никаким путем с его программами, отдельное, с отдельной установкой на его уничтожение. Потому что если такой автомобиль поедет давить людей, то стрелковое оружие здесь не поможет. Значит, даже если колеса продыряют, он будет на других колесах давить. Тут это несерьезно доводить до этого дела. После того ввести нужно закон о том, что если люди развивают в роботах отрицательные эмоции, связанные с тем, что они могут что-то разрушать, этих людей нужно расстреливать. Их не нужно сажать ни в тюрьму, никуда. Потому что их роботы освободят. Так что это их не вожди будут считаться. Хотя не роботы, но будут как роботы. Лучше не роботы будут их уважать за это. А роботу все равно, что убивать людей, что лечить, что угодно. А человеку, который занимается профессией, не все равно, что будет в его профессии. Вот это нас отличает от этого железа, которое неизвестно чем может заняться при определенных условиях. Думайте, думайте, люди. Пока не поздно, нужно принимать меры, серьезные меры. Чтобы ограничить, как говорится, интересы людей у человека. Они очень сложные. И кто-то просто из зла будет это делать, а кто-то из любопытства, что получится для собственного возвеличивания. От этого легче не будет. Ну что, до свидания, здоровья вам, удачи. Значит, отнеситесь серьезно к роботам, чтобы не вырастить систему, которая уничтожит человечество. Не нужно. И так у нас очень все не так просто. Да, мне хватает только роботов. Не забывайте, что их можно использовать и в военных целях, и все такое. А потом эти вместо военных целей воспользовать против нормального человечества. Все это очень сложно. И к всему хорошему не приведет. Почему я и говорю, расстреливать за такие эксперименты с роботами. Расстреливать. Потому что иначе это не остановить. Человек так устроен. Ничего не сделаешь. А как замена человеческого труда, это тоже вопрос очень интересный. Потому что что вы будете делать. Если вы, конечно, уничтожите людей до миллиарда при помощи роботов. А потом, или до полмиллиарда. А потом остальным только-только останется там чего-то делать. Вот чего вы хотите. Как и иллюминаты перед вами ставят задачи. Не советую. Человеке должно жить и саморегулироваться. И ни в коем случае не допускать возникновения таких вещей, как разработки с ядерной энергией, со всем остальным. Которые могут повезти только к уничтожению. К оружию, то есть, по-русски говоря. Вот так. Не зря же все возмущены поведением Северной Кореи. Вот она сейчас ракеты запустила. Ну и все три ракеты упали. Естественно, украинцы уже им не продают, боятся двигателей. А собственные двигатели они делать еще не научили. Хоть уже многое знают от украинцев. Вот так. А с украинским они общались, летали у них. Все хорошо было. Вот сейчас, друзья Америки. Ничего не скажешь. Ну, об Украине мы еще поговорим. Обнимаю вас. Здоровья, удачи. И Родина, Родина, Родина. Россия. До свидания.